Настя Так Давай, уже спускайся, пожалуйста, я ничего не успеваю Сейчас Да блин, палец порезала Всё из-за тебя Да в этом доме всё из-за меня Конечно Что конечно? В этом доме всё для тебя Этот дом даже был построен Для тебя и ради тебя, дочь Какое? Слушай, ну помоги маме на кухне, ну неужели день рождения, а? Ну зачем тебе это платье? Мне ты и в джинсах нравишься Я же не могу встречать гостей просто в джинсах Почему не можешь? Потому О Ну вот это ничего Всё, дай я переоденусь Па Нет Ай, ладно Ох Как не скажешь? Нин Всё я скажу, всему своё время Ты, главное, сама не вздумай чего-нибудь лямнуть Ты что, хочешь посмотреть, как люди веселятся, не зная, что завтра им конец? Серёж, ты доиграешься Жизнь вообще игра Я просто хочу убедиться, что всё идёт по плану И что он не сможет мне завтра помешать Слушай, как смотреть им сейчас в глаза, о чём говорить, как держаться, он же твой друг, она моя подруга Серёж Нинуль, не бубни Поехали домой Да, каково я вижу Привет, ребята Здорово А где гости? Или мы что, первые? Да Наташа никого не зовёт, хорошо, что вы вспомнили, привет Привет Нат, ну иди, ребята, уже приехали Господи, Серёж, зачем такой букет, у меня ж не юбилей Красивый букет Я знаю, да, что красивый, спасибо тебе большое, мой хороший Привет, с днем рождения Спасибо Нинулечка, это мне? Да А то я так руки тяну Поздравляю Слышно, молодцы, что приехали Речально Нет, нет, всё нормально Хорошо, что вы вспомнили, вообще никто не помнит это Давайте, давайте уже, ребят Всё, ну пойдёмте уже скорее за стол Я себя чувствую, прям Малый Борисный Пугачёв с этим букетом Пожалуйста, домой Так, шампанское доставай тебе Наташенька, не буду оригинален, но этот маленький бокал, но с большим чувством я хочу поднять за твоё здоровье Наше солнышко, наша лучшая подруга сегодня отмечает, не буду говорить, какой по счёту день рождения Вот это правильно С чем мы тебя и поздравляем, твои друзья, твой муж, ваша, кстати, а где ваша дочь? Где Настя? Сейчас придёт, наверное, в интернете зависла, ты продолжай, продолжай Да я, собственно, всё уже сказал, за тебя будь счастлива, будь красива, неотразима и богата О-о-о! Ура! Спасибо С днём рождения С днём рождения С днём рождения Не ноль С днём рождения Олеж, ну не налегай ты так на виски, пожалуйста Ну, чуть-чуть, ну что ты? Ну где чуть-чуть-то? Ну вот и сразу опять пьёшь Да ладно тебе Здравствуйте всем Привет Ух ты, ничего себе Тебе не нравится? Нравится Дядя Серёжа, а вам? Девушка, вы меня не соблазняете, я женат А мне в этом доме шампанское нальют? Перебьёшься, Настя Ну, нет так нет Дядя Серёжа, а ты мою маму любишь или просто хочешь её? Настя, ты чего? Ничего, если бы ты позволял мне столько, сколько позволяешь своему лучшему другу, у нас была бы идеальная семья Настя, не понял Всё-то ты понял Здесь Серёжа давным-давно подбивает клинья к нашей маме А ты будто бы этого не замечаешь Настя, он-то сдурела, что ли? Мама тоже ему всё позволяет, всё прощает Здесь Серёжа, наверное, считает, что он неотразимый, да? Мам, ты тоже так думаешь? Настя, комедию заканчивай Тебе всё ещё весело, да? А я бы на твоём месте тётя Нин молчала Твой муж подкатывает к твоей лучшей подруге, а ты будто бы этого не замечаешь, да? Давай, ожи, Настя, никого не жалей, меня тоже Так всё, хватит, всё, пойдём в дом Не трогай меня, сидите, наслаждайтесь обществом, видеть вас не могу, лицемеры! Да ладно, ну чё, ты не воспринимайся серьёз Переходный возраст не знает, как внимания к себе привлечь Бывает Серёга, ну ты чё, пойдём прогуляемся Пойдём Звучит музыка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Нельзя! Ты совсем с ума сошла? Ты чего устраиваешь? Я сказала правду. Какую правду? Ты серьезно думаешь, что я изменяю папе? Я не так говорила. Я говорила, что здесь Сережа оскорбляет всю нашу семью, а вам все равно. Да ты что? Чем? Чем конкретно у нас всех оскорбляет? Мам, да он же пожирает тебя взглядом, раздевает. Что, не так? Слушай, а может ты ревнуешь просто, а? В твоем возрасте это бывает. Я ревную? Мама, да я его ненавижу. А папа, папа ему все позволяет. А ты почему позволяешь себя обнимать, целовать? Мама! Ты вообще соображаешь, что ты несешь? Новый год мы праздновали здесь, запускали фейерверки. Я зашла на кухню, вы там целовались. Скажешь, не было? Настя, ты совсем, что ли, сдурела? Ты что себе нафантазировала-то? Да, Сережа был очень сильно пьян, у него с какой-то ерунду, но я его просто чисто по-человечески пожалела и обняла по-дружески, чтобы он не надел глупости. Ясно тебе, дурочка? Да признай ты в конце концов, что тебе это нравится. Мама, признай, что тебе это нравится. Мама, замолчи! Слушай, я очень, я очень надеюсь, что ты найдешь в себе силы, чтобы пойти и перед всем извиниться. Алло, Денис, это Настя, Настя Кольцова. Мы встретимся сегодня. Ой, Серега, ты внимания не обращай. Напридумал какую-то ерунду, а на самом деле она всегда хорошо к тебе относилась. Да все в порядке, Олег. Ты же прекрасно знаешь, как я отношусь к Наташе. Да, когда-то я любил ее не меньше, чем ты, но победил ты в честной борьбе, а проигравшись, делал предложение ее подруге, как это говорилось. Да ладно тебе, господи. Но ты знаешь, мне повезло. Я искренне полюбил Нину, и проблема исчезла. Ну что? Слушай, я даже говорить об этом не хочу. Но ты же знаешь, что она права. Сергей рядом с тобой теряет приличие, особенно если выпьет. Нина, ну ты-то хотя бы не начинай. Они оба в тебя влюбились при первой встрече. Нина, ты когда была? Потом Серега женился на тебе. Да, но мы-то с тобой знаем, что я досталась ему в качестве утешительного приза. Слушай, ну если тебе нравится так думать… Мне не нравится так думать, но это так и есть. Я вообще часто не понимаю, зачем мы живем вместе. Детей бог не дал. Слушай, если бы он тебя не любил, вы бы не поженились, правда? Он это сделал, чтобы быть рядом с тобой, не терять из виду. А Настя преувеличивает, как и все подростки. Возраст такой. Да о чем мы вообще с тобой говорим, Серега? Ты же друг мой, лучший. У меня ближе к тебе вообще никого нет. Я доверяю тебе больше, чем себе. Давай. Спасибо, что приехал. Он намного готов, Наташа. Ты даже не представляешь, на что. Ты знаешь, что завтра экстренное заседание Совета директоров? Ну да, знаю. И что? Там произойдет что-то очень серьезное. Что именно? Ничего не знаю, никаких подробностей, правда. Но завтра все изменится. Настя, Настя, ты куда? Настя, Настя, ты куда? Настя! Подожди. Настя! Настя! Не делай вид, что ты не слышишь. Настя! Настя! Настя, ты куда собралась-то? В город, у меня дела. Какие еще дела? Скоро темнеть начнет. Настя! Отлично, значит переночую в квартире. Настя! И с днем рождения, Наташа. Напивься сегодня. Алиша, может хватит уже? Что за идиотская манера? Чуть что за стакан хвататься. Настя, Наташа, это сейчас самая большая твоя проблема, да? Нин, а ты с Олегом не хочешь поделиться? Чем? Ну, мы вот только что с тобой разговаривали. Ой, я уже ничего не помню. Ты, наверное, что-то неправильно поняла. Ну что, поехали домой? Угу. Нина! Что? А, девчата, а что-то происходит? А я не понимаю, что. Вы ссоритесь, что ли? Кажется, у моей жены опять разболелась голова. Да, прилечь хочется. Так ложись в доме, комната полно, выбирай любую. Олежка, спасибо, дорогой, но я люблю спать дома. Наташка, с днем рождения, пока. Пока. Олег, не напивайся сегодня. Завтра совет директоров. Да что ты, все под контролем. Сереж, ты не знаешь, почему так экстренно этот совет директоров собирают? Что-то случилось? Наташ, я даже не в курсе. Видимо, вопросы накопились, надо обсуждать. Угу. Пока. Ну реши, все завтра, Наташ, ну что ты? Пока. Старик, береги себя. Ты тоже? Что? Привет, Настя. Денис, а это? Ау, не обращай внимания. С охраны ходишь. Иногда бывает. То есть ты боялся, что вместо меня придут грабители? Слушай, ну всякое случается в жизни. Рад, что ты согласилась. Ну что, ты готова? К чему? Ну ко всему. Предлагаю назвать этот вечер невозможное возможно. Приставать будешь? Ну там посмотрим. Сопротивляться будешь? Там посмотрим. Антошка. Как же存ище? Да. Там тоже, что же. Я не знаю. Они здороваются. Я не знаю. Мне нравится. Он мешает мне показать. Я не знаю. Я не знаю. Настя трубку не берет. Слышишь меня? Плохо. Слышишь, круто двигаешься, прям от пары. Ты тоже ничего. Где-то занималась, да? Соличок шампанского. Я не пью. Да ладно тебе, от бокала шампанского еще никто не умирал. Может, поедем куда-то? Куда? К тебе? Ну, не знаю. Туда, где не так громко. Мне тут нравится. Нравится? За тебя! За меня! За меня! Ой, ну пожалуйста. Господи. Тише, 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 тише. Тише. Тише, 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 тише. Тише, 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 тише. Ой, господи. Сейчас, что это за счет? Давай, давай. Все, все, все. Ага. Ой. Сырых. Ох, все. Давай. Сол. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Я девочка Но тем лучше Если не хочешь, можем просто пойти и чай пить Я не хочу чай Я не хочу Соблазнил школьницу и рад Что? Тебе сколько? Не бойся, не посадят Да я не боюсь, просто чтобы знать Чтоб тебя получше знать Что ты хочешь обо мне узнать? Просто очень странно, что я у тебя первый А я что, на шлюху похожа? Нет, просто Я думал, что у тебя кто-то есть И Назло кому-то встретилась со мной Назло пошла в клуб Я с тобой... И назло легла с тобой в постель? Ну, типа того Просто даже не знаю, чего от тебя ожидать Это плохо? Да нет, это как-то непривычно Мне кажется, с тобой мне скучать не придется Самое страшное, что это правда Что правда? А-а-а То есть все-таки ты встретилась со мной Назло своему парню, да? Нет, не парню Ладно, не важно Настя, это вообще кто? Здравствуйте Меня зовут Денис Ты проводи, пожалуйста, молодого человека Я тебя на кухне подожду Ладно В общем Твой номер у меня есть? Завтра мне наберешь, окей? Хорошо Только можешь не спешить Можем выпить чай Поговорить с мамой То есть Ты назло ей вот это все со мной, да? Не важно Да как это не важно? Ты малолетка Ладно, разберешься с предками Наверешь Проводишь? Проводишь? До свидания Всего доброго Ну и что ты молчишь? Настя, я жду объяснений Только после тебя Что именно после меня? Извиниться не хочешь? Я перед тобой? Ты меня обвинила в том, чего нет А ты меня ударила Да это было неправильно, я признаю Угу Что? Угу Я так понимаю, ты себя виноватой не чувствуешь Чтобы я, да не была виновата Это же ты у нас вся такая святая Сережа подтвердит Так ладно, это все не смешно Кто это был? Денис Какой Денис? Просто Денис Мама А ты чего отца бросила? Ну ведь там наверняка уже напился А у него же завтра важное собрание Ты знаешь, вот если бы ты отвечала на мои звонки Я бы никого не бросила Перекладывать свою вину на меня Ладно, все, хватит Давай переодевайся и поехали Я никуда не поеду В смысле? Ну, мы все равно хотели завтра сюда приехать А ты езжай, помоги папе привести себя в порядок Со мной ничего не случится К сожалению, уже случилось, Настя И я не уверена, что я хочу тебя с этим поздравить Ну что? Понравилось? Честно? Не очень Ой, какая что дурочка Я сочувствую И к сожалению На всех этих документах Действительно стоит ваша подпись, Олег Алексеевич Ну что, Петр Николаевич Я что, по-вашему, мошенник? При всем уважении Но из этих документов Наш холдинг имеет многомиллионные долги А подпись главного бухгалтера Дмитриева уже ничего не значит? Олег, главного бухгалтера ты уволил месяц назад Сереж, я уволил главного бухгалтера, потому что ты настоял уволить главного бухгалтера Я думал, что если мы от него избавимся, то со временем дела наладятся Но я не знал, что все зашло так далеко Я прошу прощения, господа Но Дмитриев, кажется, погиб Через несколько дней после увольнения То ли упал с восьмого этажа, то ли, кажется, прыгнул Этого никто не знает В любом случае дело это Пахнет скверно Тей! Да к черту, Дмитриева! Вы не о том думаете сейчас! Как выпутываться будем из этой ситуации? Вот о чем надо думать, умники! Петр Николаевич, продолжайте Разумеется, мы не можем спустить это дело на тормозах Никак не можем Поконкретнее можно? Простите Я говорю, не надо растекаться по древу Что вы конкретно предлагаете? Хорошо По пунктам Первое Вывести Олега Алексеевича Кольцова из совета директоров Что? А вы что, забыли, что ли, друзья, что я председатель этого совета? Второе Сместить Олега Алексеевича Кольцова С должности генерального директора холдинга «Феникс» Вы что, с ума что, что ли, тут все посходили? Вы что, забыли, кому обязаны местом здесь? Я! Я вас всех на работу сюда брал Третье Передать все материалы дела Соответствующим правоохранительным органам Серега, а что ты молчишь? Почему ты все время молчишь? Ты не видишь, что происходит? Ну что ж, господа Прошу проголосовать Как лучше? По пунктам или за все в целом? За все в целом Кто проголосует против Тогда будем голосовать по пунктам Голос Олега Алексеевича Сейчас, во внимание, не принимается Итак Кто за все в целом Прошу поднять руки Решение принято Единогласно Извините, господа ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слушай, я хотела бы с тобой встретиться, поговорить. Да, конечно, что-то срочное. Но я не думаю, что мы можем что-то исправить, но разговор важный. Ясно. Ты хочешь, чтобы я к вам подъехала? Нет. Давай на нашем месте. Ладно, я думаю, что минут через сорок буду. Договорились. Сука. Это что сейчас было, а, Серега? Я вогнал компанию в долги. И разорил ее. Да? Именно так, Олег. Твое непомерное самомнение, высокомерие, пофигизм, наконец. Когда-нибудь это должно было закончиться именно так. Ух ты, как заговорил. М-да. Даже сейчас, когда ты падаешь на самое дно, ты не можешь без стакана. Олег, это алкоголизм. Какого черта, Серега? Ты же был моим лучшим другом. Это уже не имеет никакого значения, Олег. Все кончено. Если не хочешь сесть, ты отдашь мне свою долю. Продашь все свои личные активы, дом, квартиру, машины и закроешь все долги. А я попробую тебя спасти. А есть еще вариант. Можешь стать моим помощником. Ну, назовем это советником. И будешь делать то, что я скажу. Кофе тебе прикажешь подавать? Надо будет, и кофе подашь, не развалишься. Надо будет, и девочек привезешь, и им кофе подашь. Если я скажу. Лихо. Охрана. Олег Алексеевич. Я прошу вас покинуть офис. Ничего личного. Я просто выполняю распоряжение Совета директоров. Субтитры создавал DimaTorzok Олег Алексеевич. Мне искренне жаль. Да ладно. Переживу. Такси мне вызови. Я вас отвезу. Домой? Пойдемте. Сзади, спереди. Вперед сядем. Надеюсь, все будет хорошо. Садитесь. Спасибо. Дай вот оснаю, пожалуйста. Уверены? Может все-таки лучше домой? Уверен. 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 Я был плохим начальником. Начальником вы были хорошим, но руководить вы не можете. Езжай. До свидания. Всего доброго. Папам. Раздамину, вам сюда нельзя. Чё? Пожалуйста, уходите. У нас приличное заведение. Я ищу, не приличие, что ли? И чё здесь будешь-то, а? Пожалуйста, не надо мне тыкать. Что такое резко? Освободите помещение. Да ты руку свою впусти. Всё, 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 на выход. Ох, рада. Всё, ухожу, ухожу. На. Ну, что? Пошли, пошли. Хоп. Да лампарь, да ещё. Сука. Уроды. Ну, привет. Привет. Чё случилось-то? Тебе Олег звонил? Рассказал, как всё прошло? Нет. А что? Значит, ты ничего не знаешь. Что я должна знать, Нин? Олега сняли с должности. Ему грозит обвинение в растрате и мошенничестве. Обвинили во всех грехах Феникса. Кто? Серёжа. Какой, Серёжа, Нин? Мой. Зачем? А ты как думаешь? Серёжа, я не думаю, я, если честно, ничего не понимаю, Нин, зачем ему это надо? Они лучшие друзья. Наташка. Ты что, ну, какие они лучшие друзья, ты что, Серёжа, всё время хотел быть с Олегом только из-за тебя, чтобы быть поближе к тебе. Ты что, этого не знала? Да это звучит, как какой-то бред, как патология, болезнь. Ни один нормальный человек не будет вот так бессмысленно любить кого-то столько лет. Конечно, это не любовь, Наташка, это что? Это уже просто больное какое-то самолюбие. Наташка, Наташенька, если б ты хотя бы раз с ним переспала, ну, чтоб он перебесился, может быть, ничего бы твой не было бы. Ты сдурела, что ли? Ты что несёшь? Ты совсем, что ли, с ума сошла, Нина? Ты вообще, ты понимаешь, как я живу? Он сегодня опять назвал меня твоим именем, и он уже даже не старается оправдываться. Наташка, он сожрёт Олега, надо что-то делать, ты это понимаешь? Они не друзья! Я вообще устала, я не знаю, что мне делать. Господи-ка, я устала. Прости, я знаю, что ты не любишь, как-то плачет. Я устала, Наташка, я не могу, понимаешь? Самое страшное, что я люблю его. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что делать. Господи, помоги мне, Господи, единственное. Господи. Выходим из машины. Пошли. 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 Продолжение следует... Садитесь, господин хороший. Нога, как говорится, правды нет. А здесь удобно. Давайте. Что? Плохо. Бывает. Нет. Так, а что стряслось-то? Может, помогу, чем смогу. Это вряд ли. А вдруг? Ты поделись. Хуже-то точно не будет. Меша, никто помочь не сможет. А это ты зря. Любому можно помочь. Любого можно наказать. Наказать? Тебя как зовут? Олег? Ну, рассказывай, Олег. Алло, Денис. Точнее, это мой авто от вечера. Сейчас будет звучать сигнал. Ну, вы знаете, что делать. Это Настя. Я тебе уже четвёртый раз звоню. Почему не отвечаешь? Не хочешь со мной общаться? Козёл! Наташка, ну, правда, не молчи. Прости меня, пожалуйста. И она говорила тебе ужасные глупости. У меня просто какое-то помытнее нерассудка. Правда, я такое отчаяние сумасшедшее. Всё получилось очень пошло. Наташ, я просто не понимаю, что теперь будет с нами в семье, и что самое главное будет с Олегом. Ну, привет. Это я. Ты как там? Плохо. Я в полицию. В 52-м отделении на Владимирской. В смысле в полицию? Что случилось, Олеша? Да неважно уже, меня отпускают. Только нужно пять тысяч долларов. Что, что прямо сейчас? Прямо сейчас. Господи, хорошо, я тебя поняла. Я услышала, я что-нибудь придумаю. Давай. Пока. Она привезёт. Очень хорошо, Олег Алексеевич. Значит, ночевать вы сегодня будете дома. Это радостно. Наташ, что случилось? Олег в полиции. Прямо сейчас нужно пять тысяч долларов. Господи, ну у меня нет таких наличных, тем более с собой. Какой-то, какой-то бред. Наташ, пойдём к нам. У нас в сейфе есть. Наташ, Сергей стопроцентно на работе. Пойдём. Хорошо. Но я сегодня же вечером тебе всё верну. Ну что? Да ничего. В срочном порядке будем всё продавать. Что значит всё? Настя, ну всё это значит всё. Дом, машины, квартиру. А жить мы где будем? На вокзале? Ну почему же сразу на вокзале? Копим квартиру поменьше. Ну не шесть комнат, три. Ничего, переживём. Если б ты не бухал, всего этого не было бы. Настя! А что, не так? Он либо пьян, либо на работе. Я не помню, когда в последний раз его нормальным видела. Ну что значит обо мне думаешь? А как ещё о тебе думать? А что ты сам о себе думаешь? Ты думаешь, ты такой чудесный, любящий отец? Я не знаю, какой ты муж, маме виднее, но отец ты такой же, как руководитель фирмы, а значит никакой. Настя, успокойся, пожалуйста. Тоже уволишь меня? Жаль, не могу. Ты мне как бы навсегда отец, пока кто-нибудь из нас двоих не умрёт. Настя! Да я вас ненавижу. Вы всю жизнь притворяетесь, врёте, что любите друг друга. Так иди в свою комнату. Немедленно. С удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok